Всем привет! Сегодня мы попробуем озвучить наше видео с помощью вот такой вот конструкции мега крутой. Это у нас самодельный поп-фильтр из носка и пялец. Я думаю где-нибудь сделаю видео как это придумать и сделать. И вот такой наш самодельный микрофон, который я делал в предыдущем видео. Ссылочку я оставлю на это видео. Наверное вот здесь будет ссылочка про микрофон. Купил я к нему шнур. Шнур. Вот тут можно почитать. Стар стерео микрофон кейбл стандарт USA. Типа ничего себе крутой американский кабель для микрофона. То есть вот так вот мы это в третью руку будем цеплять. Микрофончик, фильтр, носочек убираем лишнее и вот таким образом я буду в него говорить и озвучивать то что у меня получится. Итак приступим. Вот такая у нас сегодня долгожданная посылочка. К сожалению классического анбоксинга у нас не получится, потому что отец вскрыл ее вместе со своими посылками. Ну я покажу что у нас внутри. Внутри у нас вот такая упаковка. Конечно китаец сэкономил на упаковке. А внутри у нас два. Два кит набора. Кит наборы это тестер транзисторов, он же тестер компонентов. Много распаковщиков и сборщиков его уже распаковывали и собирали. Сегодня это сделаю я. Один мы уберем. Это чужой. Заказывал друг мой вместе со мной. Значит что у нас внутри. А внутри у нас есть дисплей. Если не ошибаюсь это дисплей 16 на 2. То есть 16 символов в две строки. Стоит он сущие копейки, поэтому пихает его куда угодно. Пакетик у нас значит транзисторы и конденсаторы. Кнопочка кварц. То есть разная мелочь. Комплект резисторов переменной постоянных. Значит комплект всякого разного крепежа и разъемов. Там же находится от мега. Это разъем уже для подключения компонентов. Разъем питания. Ну и сама плата. На плате все подписано. Инструкции никакой у нас не было. В общем очень приятно что есть SMD тестер. То есть можно приложить компонент и посмотреть что это такое и для чего. В общем так. Начнем мы сборку с резисторов. Резисторы нужно все перемерить. Потому что они не подписаны. То есть я сейчас установлю резисторы. И покажу что дальше. Все. Резисторы все установлены. В Китае сложил все в три пакета. Вот с первого пакета мы установили резисторы. Во втором пакете у нас будут транзисторы и конденсаторы. Которые мы следующим этапом запаяем. И в третьем уже все остальные большие компоненты. Пайка классическая. Наносим флюс. И припоем это все паяем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот. Резисторы у нас запаяны. В общем, конденсаторы и транзисторы я не буду показывать, как паять. А вернусь на каких-нибудь интересных компонентах. Установил я практически все из второго пакетика. Вот из этого. Это были конденсаторы пленочные. Два конденсатора электролитических. В них обращаю внимание на полярность. Вот на конденсаторе обозначен минус полоской. И на плате обозначено, вот заштрихован, это минус. Также установил светодиод. Короткая ножка минус длинная. Плюс. На плате обозначено, где минус, где плюс. Обращаем внимание на транзисторы. Пять штук здесь их. Они все разные. Только два здесь 90-14. Вот они одинаковые. Остальные три разные. Поэтому обращаем особое внимание на их маркировку. Кнопочку по-другому мы не установим. Стоечки я прикрутил для того, чтобы посмотреть, не выпираю ли конденсаторы по высоте. На стоечке потом прикручивается у нас дисплей вот таким вот образом. И все. В общем, сейчас запаяю и покажу. Вот так вот выглядит плата. Основные компоненты у нас запаяны. Таким образом выглядит паечка с обратной стороны. Старался сделать все аккуратненько. Ну, смотрите, в общем, как это все получилось. На мой взгляд, неплохо. По основной плате у нас... Так, стоп. Кварц мы паяем все равно право-лево. Панельку для микросхемы у нас обязательно ставим по ключу. Есть на самой панельке вырез и на плате тоже вырез такой ключик. По плате, в принципе, все. Осталось туда установить только контроллер. Ну, это мы сделаем попозже. Сейчас мы будем паять вот разъем к дисплею. Для этого наносим флюс на крайние две ноги. Вставляем наш разъемчик. И нужно закрепить две крайних ножки, чтобы разъем не выпадал. И потом его в третьей руке уже запаять. Мы фиксируем первую ножку. Таким вот образом, наверное, видно. И фиксируем теперь вторую ножку. Точнее, последнюю ножку. Все вот зафиксировали. Таким вот получилось образом. Теперь вставляем в третью руку и пропаиваем. В общем, так вот. Ну и, в принципе, уже после этого можно собирать. Ну вот, плата готова. Осталось нам только снять контроллер. Контроллер ставим по ключу. В постельке тоже есть у нас ключ. Берем и вставляем нашу микросхемку. Дальше вставляем наш экранчик. Вот те разъемы, которые мы пропаивали. Оп. И при желании можно зафиксировать винтами. Устройство собрано. Торжественный момент. Снимаем пленку. Ну, теперь осталось подключить питание. Батарейка крона. Здесь питание может быть портативное. Либо же от 5,5 до 12 вольт через разъем. Убираем проводочки, чтобы не мешали. Включаем. И что? Пустой экран. Правильно, сзади есть у нас подстроечный резертор для регулировки контрастности. Крутим и выставляем желаемую контрастность. Ну, и на экране у нас пишет Нет, неизвестный или поврежденный элемент. Ну вот, нашел я кучу разных деталюшек. Будем их проверять. Начнем с конденсаторов, потому что мультиком их моим не проверить. Ну и смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...